Привет всем! На улице становится прохладнее, а это значит, что осень уже близко и дети думают о том, что скоро им возвращаться за парты. Но если обычные школьники просто возвращаются к учебе, то динамовцы вдобавок ко всему еще возвращаются на футбольные поля. К чему это я? Да к тому, что уже совсем скоро стартует очередное юношеское первенство Беларуси по футболу. Именно этому мы посвящаем сегодняшний сюжет Динамо ТВ. Ну что, друзья, поехали! Действительно, пора летних каникул практически закончена. И сейчас, ребят, хотя стоп, какие могут быть каникулы у футболистов? Не верите? Судите сами. Как провел лето? Отлично. Чем занимался? Футболом. И все? Да, все время на футбол ходил. По школе соскучился? Нет. А по футболу? Целое лето в футболе. Едва ребята услышали последний звонок в школах, наступила пора решающих матчей чемпионата. Весьма ответственный период, знаете ли. Увы, но в предыдущий сезон Динамовская Академия вряд ли может занести себе в актив. Всего две медали. Золото у 2002-го и бронза у 2000-го годов рождения соответственно. Минская Динамо осталась без юношеской лиги чемпионов, но мы не унываем и с оптимизмом смотрим в предыдущий сезон. Где за заветную путевку уже будут бороться ребята 2001-го года рождения. А согласно регламенту, им вправе помогать и футболисты на год старше. По этому поводу мы не могли пройти мимо капитана нашего дубля Николая Иванова и не задать ему несколько вопросов. В том числе и о прошедшем сезоне лицензии. Конечно мы хотели выиграть, обязаны были выиграть. Потому что мы Динамо, мы должны были третье подряд чемпионства взять. Мы шли к этому матчу весь год, но в итоге что-то у нас не получилось. Кстати сейчас в нашем дубле-юношеской команде совсем немного футболистов, которые уже успели дебютировать за основной состав. А Коля в этом году даже успел побывать в заявке европейского матча на Динамо против Дерри Сити. Было очень много болельщиков, антуражный такой впервые, я на таком стадионе при столько зрителях. Конечно мне хотелось выйти, но у меня еще, я надеюсь, будет шанс доказать, что я могу сыграть в основном составе. Прямо сейчас Иванов лучший бомбардир дубля, уже забивший 10 мячей. Все голы со стандартов, просто феноменально. С самого детства на даче я с дядей тренировал удары. У меня удар чистый от него. Он меня научил, как правильно бить, как правильно отдавать длинные передачи. Потому что он сам ими очень хорошо владел, ударами, передачами. Страстными, конечно, не так, но в итоге он меня научил этому всему. В этом сезоне ребятам 2001 года рождения будет довольно непросто. Ведь прошлый чемпионат Белосини закончили аж на шестом месте. Что не получилось у команды, об этом и спросили у главного тренера Сергея Степановича Горнака. «Именно сама подготовка была как-то неосновательно проведена. Если вы помните, у нас там даже были отчислены 4 человека. Потом, правда, мы двоих вернули. Но, тем не менее, перед началом сезона это было одно из основных таких вещей, которые нам немного плохо мы стартанули. Мы проиграли две игры одновременно и Гомелю, и Бате. Вот этот, наверное, эпизод и нам дал, сослужил плохую службу. Ну, а в дальнейшем мы как-то подравнялись. Но финальная часть нам тех очков, которые мы не добрали на первом этапе, нам их и не хватило. Ну, и не могу сказать, что мы заняли бы там первое место, но за второе и третье могли бороться спокойно». Согласно регламенту, на поле могут находиться 3 футболиста 2000 года рождения, плюс еще 3 на замене. Поэтому помощь старших футболистов будет очень кстати. «Мы сейчас со штабом дублеров разговариваем на эту тему. Нам будут помогать и теми людьми, которые будут заявлены одновременно и за дублей, и за старший возраст лицензионный. Тем более можно играть и к 2000 году. Можно иметь в составе 6 человек, но 3 находились, чтобы на поле. Да, и даже будем пользоваться и 2002 хорошими ребятами». В среду на территории спорткомплекса «Веста» юноши первого и второго годов рождения провели спарринг против динамовского дубля. Команда Артема Челядинского сыграла двумя составами, а подопечные Горнака и Дятлова отыграли по тайму. Отдадим должное. Младшие ребята хоть и уступили в обоих таймах, но по желанию и старанию соперника превзошли. Еще бы, конкуренция – дело такое. «Как игра?» Ну, оставило двоякое впечатление. Больше понравилась молодежь, чем игроки дублирующего состава. Ну, это и понятно. Мотивация, конечно, больше у молодых ребят показать, проявить себя. Ну, и нашим дублерам нужно тоже доказывать, потому что ребята наступают на пятки. Сегодня ты сыграл плохо, завтра попал на лавку, а послезавтра ушел один. Они должны это помнить и тоже выходить не дурака валять, а играть на 100%. Летом в Динамо из Академии футбола АБФФ перешли двое полузащитников 2001 года рождения. Максим Копролев и Александр Лузан. Ребята уже успели дебютировать за дубль. Переход в Минском Динамо – это, наверное, большое событие в твоей жизни. Ну да, согласен. Выбросить здесь поичей, да. Тоже много. Как тебе у нас в Минском Динамо рассказывать? Делись впечатлениями. Нравится. Хорошо. Хорошо, Славян. По сравнению с предыдущим твоим клубом, где ты играл, ты играл в Академии, правильно? Да. Как тебе у нас? Что поменялось? Принципиальные такие вот различия, которые ты можешь отметить? Ну, тактика игры. В Эргоре я играл 4-3-3. Здесь мы играем 3-5-2. Как ребята? Команда отличная. Ребята хорошие. Кто обижает? Никто не обижает. А если честно? Ну, Харля такой. То есть с Халимончиком нужно немножко поговорить, да? Да, с Халимончиком можно. Когда я играл против Рубина вместе с пятым составом, там уже немножко посерьезнее был уровень, согласись. Ну да, да. Ну, хорошо все получалось. Ребята 2002 года рождения – единственные обладатели золотых медалей прошедшего чемпионата в нашей Академии. Более того, подопечные Владимира Дятлова подтвердили свое чемпионское звание. В этой команде хватает талантливых и перспективных ребят, которые совсем скоро будут упорно стучаться в Динамовский дубль. Ну, а полузащитник Никита Демченко уже успел дебютировать за вторую команду. Впечатления хорошие были. Меня встретили. Дубль хорошо меня встретил. Было волнительно, конечно, выходить первым. Но я справился. Мне все понравилось. Все-таки согласитесь, это большое событие жизни для Динамовца – попасть в дубль для винного Динамовца? Да, все-все возраста мечтают попасть, стремляются попасть. И моя мечта сбылась. Но теперь я должен работать, чтобы попасть в основной состав. И, конечно, не расслабляться. Дубль нужно заработать. Но работать нужно много. Сколько времени проводишь на зале? В неделю три раза. Надо еще больше, потому что ты у нас совсем хрупкий. Чтобы не поломали в чемпионате дубль, правильно? Да, нужно работать. Вот уж за кого точно не стоит переживать в нашей Академии, так это за вратарей. В Винском Динамо с этим всегда был полный порядок. Так и сейчас. Вратари 2001 года рождения имеют за плечами неплохой опыт. В том числе и международный. Для своих лет, разумеется. А серьезную конкуренцию им уже заставляют младшие ребята. Отвечает за их подготовку очень серьезный с виду мужчина Денис Григорьевич Паречин. Денис Григорьевич, вот, наверное, в Минском Динамо единственная позиция, которая, в принципе, никогда не была проблемной, это ваша позиция вратарская. Правильно? Моя? Ну, вы у нас кто? Почетный вратарь. Тренер. Ну, в прошлом. Ты хочешь сказать, что тренерская позиция незыблемая или вратарская? Хорошо. По делу перефразируем. На поле у нас вратари в Академии всегда были ребята талантливые. Способные, да, есть ребята. Согласен. Я следующий затрудник. Откуда? Ребята откуда? Да. Все минские, все минские ребята. Все с набора, которые были собраны именно в наборе там по всем возрастам, которые я пришел, они были с этими ребятами и работали. Как бы никого привозного не было. Тяжело трудиться с ребятами? Близко, близко, близко! Ну, поначалу было, да, конечно, нелегко, когда они были маленькими. Иначе ты взрослые, стало легче. Как это все выходит? Послушные, послушные дети. Вот сколько лет, вот примерно, вот вы знаете одного там из вратарей? Ну, вот так вот, к примеру, вот с которым вот вы работаете дольше всего. А все, все, которые сейчас в дубле находятся, либо уже вот на подходе к дублю, это 6 лет все, начиная от 99, 98 года, заканчивая, наверное, в 2003 году. То есть вы для них, наверное, не только тренер, но и в каком-то плане учитель, в принципе, по жизни, правильно? Не знаю, вот этим вопросом я не задавался. И им не задавал. Но ребята в любом случае видят у вас авторитеты? Может быть, не знаю. Честно сказать, они такие задушевные беседы. Еще и не садились, не разговаривали. В общем, новый юношеский сезон начинается уже в это воскресенье. Первыми в бой отправятся ребята 2001 года рождения. Ну, а ребята помладше стартуют чуть позже. Вся информация и календарь Игоря находятся на нашем официальном сайте. Ну, а мы лишь можем пожелать ребятам удачи. Пускай у них все получится. Главное, чтобы без травм. И, конечно же, будем ждать только самых лучших результатов от них. Удачи, парни!